Важнейшим будет сегодняшний день, потому что сегодня Джонсон едет к Трампу. Держу в курсе. Они, соответственно, едут в Малагу, во Флориду у них будет мероприятие, и там будет обсуждаться в том числе вопрос финансирования внешне и Израиля, и Тайвана, и всего остального. Джонсон из Конгресса. Конгресс, это спикер Майк Джонсон. Конгресс, это спикер Майк Джонсон. Тот Джонсон, который наш, британский, уже ездил. Ну да. Ну, как бы, да. А это тамошний, местный, американский. Здесь слишком много в этом мире Джонсонов, это я понимаю. Вот, а, соответственно, он поедет. Почему это важно? Потому что там много чего сейчас зависло. Вот, они сейчас пытаются все эти вопросы решать. Тем более, что Трамп очень большое влияние имеет как бы на Джонсона, и там, собственно говоря, будет определяться как раз ситуация с внешним финансированием. И плюс, кстати, там у них несколько проектов провисло, при том числе по налогам, но это не так принципиально, хотя для них очень принципиально. Вот, поэтому с этой точки зрения, вот сейчас это смещение в день будет, они там этот вопрос будут обсуждать, и это может дать новый импульс, или наоборот, естественно, похоронить эти переговорные процессы. Потому что Трамп уже выступил против, там уже начинают отваливаться как бы республиканцы. Вот, поэтому с этой точки зрения без поддержки Трампа этот проект будет провести крайне сложно, но, конечно, еще быстро провести. То есть он уже сейчас по базовым сценариям, то есть если его проводить будет где-то в конце апреля, может быть, в 20-х числах, если его проводить, на голосование он может выйти. Ну, может быть, в середине, но это уже практически середина апреля. Вот, то есть в конце апреля, вот, максимум. Поэтому с этой точки зрения без дополнительного импульса Трампа, как бы, этот вопрос как бы не решается.